В Свердловской области обсуждают изменения в закон о транспортном налоге. Поправки уже внесли в Законодательное собрание региона. Предусматривается ряд нововведений. Среди них возвращение налоговой ставки для маломощных машин и повышение ставок на некоторые категории транспорта. В одной из справок предполагается установить налоговую ставку для маломощных машин на уровне 10 рублей за лошадиную силу. Таким образом, для владельцев автомобилей мощностью 100 лошадиных сил платеж составит 1000 рублей в год. Как отмечают авторы нововведений, Свердловская область в числе последних регионов в стране, где обсуждается инициатива по возвращению налоговой ставки для маломощных легковушек. С 2011 года на Среднем Урале владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил транспортный налог не платят. При этом в поправках предполагается освободить от налога пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и участников СВО. В случае принятия изменений взнос за следующий год необходимо будет оплатить в 2026 году. Дополнительные доходы в бюджет от поступления транспортного налога планируют направить на содержание дорог в регионе. Обустройство автобусных остановок, освещение, тротуаров и организацию пешеходных переходов. Для автовладельцев, не относящихся к льготным категориям, размер налога минимальный – в год до тысячи рублей. Если смотреть долю этого налога в зарплате, то нагрузка на семейный бюджет сильно не вырастет. Но мы все понимаем, что без хороших дорог нельзя говорить о высоком качестве жизни. Каждый из нас хочет, чтобы в Свердловской области дороги были гладкие, ровные, хорошие и безаварийные. Этого достичь можно, только вкладывая средства. Понятно, что в это вкладывает область в рамках нацпроектов, еще часть средств поступает именно от налогов граждан.